Всем привет, дорогие друзья! С вами Gameplan, и первая игра на сегодня называется Type Rider. Это просто потрясающий платформер, выполненный в очень стильном стиле. Итак, управление осуществляется довольно легко. Необходимо нажимать на ту часть экрана, куда вам необходимо двигаться. Вы двигаетесь в роли двух вот таких вот черных шариков-колобочков, и вам необходимо проходить различные миссии, которые для вас приготовили разработчики. Итак, мы отправляемся в мир шрифта, который называется Gotix, и давайте поиграем в одну из миссий, которые нам предлагаются. Вот нам предлагают продолжить, и давайте, собственно, продолжим. То, что вы видели, это являлось таким вот своеобразным главным меню, и поэтому отправимся в миссию и посмотрим на то, как реально обстоят дела с игрой. Собственно, вы игровую модель уже видели и поняли. Итак, нам необходимо с помощью вот этих вот шариков передвигаться вот таким вот образом, незамысловатым. Эти шарики также еще умеют прыгать. Только как? А вот они как умеют прыгать. Необходимо нажимать на верхнюю часть экрана, и тогда наши шарики будут совершать двойной прыжок. Графика в игре просто потрясающая. Несмотря на то, что наши персонажи это просто черные шарики, но к ним реально начинаешь испытывать симпатию и то чувство сопереживания, когда они падают и погибают, вам приходится начинать миссию сначала. По пути вам необходимо собирать различные вот такие звездочки, буковки для того, чтобы как можно больше бонусов собрать. Но, естественно, главная цель это просто дойти до финиша и тем самым завершить миссию и перейти к следующей. Игрушка, повторюсь, очень потрясающая. Здесь, помимо того, что вам вот так вот тупо придется бегать и прыгать, вам также еще предстоит сделать много-много всего интересного. В том плане, что, например, чтобы там пройти дальше, необходимо будет дотолкать еще третий шарик, и чтобы все три шарика встали в определенные пазы для того, чтобы открылся туннель или, не знаю, как его назвать, в общем, перемещалка вас на следующую локацию. Игрушка красивая, потрясающая, я думаю, каждый должен с ней ознакомиться. Третья игра называется «100 миссий». Это продолжение, это совершенно новая игра с новыми заданиями. Давайте посмотрим на нее. Это все тот же квест, в котором нам предстоит совершать непонятные действия, находить определенные вещи и потом в будущем их использовать в различных целях для того, чтобы разгадать загадку, которую нам приготовили разработчики. Итак, вот поначалу вам необходимо просто тапать, собирать какие-то непонятные детали, которые вам в будущем, возможно, пригодятся. Вот здесь необходимо будет вводить пароль, но мы его пока не знаем и подобрать, к сожалению, не сможем. Дверь закрыта, давайте попробуем применить ключ. Хоп, все, дверь открыли, что тут у нас есть? Так, что тут должно быть? Мы подобрали бумажку, и здесь какие-то цифры. Возможно, это ключ, и нам необходимо узнать пятый член последовательности. Последовательность элементарная, думаю, вы все заметили, то, что идет 10, 11, 12, 13, 14, 15, то есть дальше должно 16, 17, то есть 161 должно быть число. И с помощью этого числа мы теперь сможем открыть вот этот вот код. Дальше я вам спойлерить не хочу. Так, почему не открываешься? Так, 161. Вот, все правильно, все мы открыли. Зашли сюда. Здесь тоже определенные вещи подобрали. Ну, а дальше, ребятки, проходите сами, думайте сами. Вещей целая куча, комнат целая куча. Играть не переиграть. Третья игра, игра от компании Nickelodeon под названием Scribe at Hero. Давайте посмотрим на него. Это такой достаточно интересный шутер. Запустим плей, я дошел уже до четвертой миссии. У меня появился четвероногий друг. И давайте попробуем его призвать. Вот так вот он выглядит. Он будет ходить вместе с нами и плеваться какими-то гигантскими железными шарами. И тем самым помогать нам уничтожать всех монстров, которые пытаются уничтожить нашу вот такую вот прикольненькую тетрадку. Игрушка мне понравилась. Графика здесь на высоте. И, в принципе, как таймкиллер, данная игра будет просто великолепна. Но это не какой-то там обычный таймкиллер. Это вообще совершенно чумовая игрушка. Здесь есть разные главы, которые необходимо открывать. Точнее, они будут открываться по мере вами прохождения данной игры. Здесь есть много видов оружия, много видов вот таких вот четвероногих друзей, много видов бонусов. В общем, убиваем монстров, собираем монетки, спасаем нашу тетрадку от сил зла и радуемся жизни. Третья игра называется Libertad Sublime. Это просто чумовой какой-то экшен. Давайте начнем новую игру и посмотрим, что же от нас будет требоваться. Мы будем играть в роли пленника, который сбежал из какого-то концлагеря или чего-то подобного. И теперь он просто бежит, всех мочит на своем пути, находит какие-то коробки, разбивает их, находит там денюжки какие-то, которые ему, наверное, в будущем пригодятся. Но лучше видеть эту игру своими глазами. Итак, у нас имеется джойстик, с помощью которого мы управляем. Почему-то по передвижению мне данный герой напоминает... Кого же он мне напоминает-то? Какого-то супергероя, который вот так вот прикольно бегает. Техника боя у нашего героя достаточно оригинальна, она достаточно эффектно всех выносит с вертушки, также может драться и своими боевыми кулаками. Так, давайте попробуем убить вот этих вот троих каких-то террористов-боевиков, потом разрушить несколько коробок и на этом завершить наш выпуск. В принципе, игрушка неплохая, но вот единственное, что мне не понравилось, это вот такая фишка, когда во время нанесения удара почему-то камера приближается и потом отближается, точнее отдаляется. И это вызывает некоторый дискомфорт. Положение камеры здесь фиксированное, точнее не фиксированное, а камера сама подбирает наилучший ракурс для вас, и вы тем самым смотрите на мир такими глазами, какими хотели, чтобы вы его видели разработчики. Игрушка, в принципе, неплохая, бесплатно доступна в Google Play Маркете, поэтому можете скачать и заценить ее самостоятельно. Здесь, кстати, припрятаны мины, которые вам необходимо отбегать. Они выглядят вот такими вот зелененькими кучками и очень сильно напоминают мне ловушки, которые я делал в детстве, когда играл в песочнице. Здесь, как вы видите, есть еще и автоматы, которые вы можете использовать для того, чтобы расстреливать всех ваших врагов. Но если по вам ударят, то ваш автомат выпадает, и вам приходится снова драться в рукопашную. На сегодня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. До новых встреч!